Это надо у нас показать, будет Игорь Александрович, уже не записывается. Сергей Егорович, так, а где-то в год рождения-то не видно. 8 октября 59-го года, город Инакиво, Донецкой области. Ну, ровно 30 лет помоложе меня, украина. То есть, вполне в детях подходите. Так, я буду вопросы задавать, а потом вы. Цель вашего приезда? Ближе познакомиться с вами и потрудиться. По славу Божьему, прежде всего. Так, а не прежде всего еще что? Ну, а потом, потом, по гостям у вас, поехать к следу моря Тоборск. Это уже, Магнитоборск. А, Магнитоборск. Это уже на простом пути, да. Он туда приехал 2 года назад. Кто? Руслан, старший сын мой. Он знает, что вы здесь? Да, знает. Ему мы отдали адрес наш, чтобы он знал, куда позвонить или что. Ну, по телефону. Вы нам обязательно оставьте свой телефон, свой, тот, и сына. Не понял. Мало ли что-то. Не понял. Отожди, чтобы мы сейчас только поговорим, а вы сразу запишите. Так, сегодня у нас 10 сентября 17-го года. До какого вы можете числа быть здесь? 10 дней. 30 дней? 10 дней. 10 дней. 10 дней. 20-го выезжаете, да? Да. А у вас что, на 20-й билет взят какой? Нет, у меня дело в том, что можно немножко у сына покрысти, хотя бы дней 5. И потом добираться до Донецка. Это занимает 5 дней. И потом на работу. Понятно. Дело в том, что 21-го Рождество Богородица. А 22-го у отца Акима день рождения. И Акима, и Анны, вы названы в этом. Ну, значит, не судьба. Я могу сократить дни пребывания у сына? Ну, как еще у сына? То есть, он верующий, нет? Он не очень-то верующий. Ну, вот, вы ничего не потеряете. Мы сделаем у батюшки особое место встречи, где костер. Костро нету, мы сделаем костер. И вы это увидите. Вы это, понимаете, зря вы сидеть не будете. Мы поговорим, что вы можете делать, где вас можно употребить, да какое дело. Вы опоздали, маленький. Картошку можно выпить, практически все. Никиту у нас забрали, напасть бог. В какие дни Елена давать им? Хорошо узнавая, договорился, по сколько и полторашка. Это уже полтора витра полага. Так, какие у вас есть вопросы, которые вам необходимо решить сразу? Давайте. Как таковой вопросов нету. Но у меня есть мама. Вот. Она передала вам низкий поклон. И она благословила меня ехать к Ванге, в частности. Какого года она? Она 41-го года рождения. У нас два года моложе меня. Вот. Так. Она хотела спросить у вас, как ей относиться к Ванге? И пока не забыл этот вопрос. Ко мне как относиться? Как относиться к Ванге? Кто такая Ванга? К Ванге? Да. Как ведьме. Как ведьме, да? Как колдунья ведьма. Это определенно, это не... Это она так и есть, но это решение вынесено и церковное. К рерихам точно так же. Это не знали. Ванга это ведьма, колдунья. Поэтому это киперина. Эти бесы ей что-то открывали об убитых, только о смертях. А о себе она ничего не знала. Ее поднял кто-то, опустил, какой-то человек являлся. Нигде не сходится с житьями святых. Нигде. И все государство ее использовало. Обязательно сахар под подушку. Как колдуны любые. Святые в этом не нуждались. Они... Порок Иеремеев прямо свидетельствовал. Подошел к царю и говорил кто-то, и что тебя ждет. Вот так. Я тоже к ней так же сам отношусь. Но, коль спросила у меня мама, ваш ответ передать ей. Дядя, колдунья. По-другому никак. Там она прорицательность. Нам проценты считать не надо. А вот Настрадамус, как то, это все из одного котла. Кашпировский, Чумах. Как это одна и та же шатия братья. Так по-разному. Один и тот же демон в разных видах является. Пусть они занимаются тем, в кругу того, что церковь, черту провела. Это символ веры. И толкование святых отцов в святой Библии. Библии святые отцы. Все. За эту грань не надо заходить. Есть каноны церковные. Хотя бы она излечила. И она за то, говорит, как от змеи отскочить, чтобы не ужалила. Мне, например, вопрос никогда не стоял. Только один раз я где-то коснулся, прощал и понял. Чего он где-то? Кусочек сахара он отдает, что-то где-то. Святые в этом не нуждались. Представьте, Иларион Великий. Ему принесли виноград. Ну, один раз он поел, там, уважают его. Один раз принесли виноград красивый и хороший. Братья едят, нахвалят. Он говорит, уберите его цены. Почему это злой, скупой человек дал. Он зловодный такой. Говорит, что-то он ароматный. Но я вам сказал, вы не верите. Он быки привязанные. Положите к ним в яссы. Положили. Быки как заорали, оторвали веревки и убежали. Быки понимают, а вы не понимаете. Это скупой человек. У него не бери. Он сто раз потребует свое название. Зачем? Бери у такого, который последняя заплеселую корочку с любовью подает. Ты должен увидеть. Я вот, люди, от которых я даже в Барнауле беру, ну, не больше, кажется, трех человек, от которых я, ну, может быть, пять даже есть. Ну, только иногда бывает, чтобы постоянно могли подготовить, привезти два человека. А зачем? Я сам все сделаю. Там, суп сварить и проще. Никогда. А зачем? Я тебя знаю. и даже она член общины, но зачем тебя утруждать будут? Плохие мысли твои расшевелю. Зато еще те, как бы, живу. У нас, если по писанию срочных вопросов нету, поэтому я вам надоедать не буду. Вы опоздали сегодня. Занятия были. Они только через неделю будут занятия. Поэтому по ходу. Вот будете вставать. Ребята, что делают, приглядывайтесь. И где-то будете что-то с ними. Вам что в работе противопоказано? Поднимать тяжелое или все? Никакие противопоказания нету. Ну, вот у меня позвоночник операции был. Я не знаю. Поэтому я такой. А вот Володя. Старший он. Это его друг. Рядом это Никита. Познакомитесь поближе. Вы знаете, ребята хорошие. Мы друг другу доверяем. Одним котлу живем. Мы тут еще не делаем. Общее питание. Они понедельник готовят. Ну, еще тут 12 дней, если так разобраться. Не 10, а 12. С батюшкой мы поговорите. Что вам еще может быть? Он скажет. Мы еще с ним трясем. Дело в том, что в эту субботу у нас престольный праздник. Вот в этом. Святого Анфима Некомедийского, священноучника. И приедет митрополит Алтайский, Варшавовский, Московский патриархов. Митрополит, смотрите. Сергей Иванников. Да, Сергей Иванников и Сергей. Вот здесь он будет. Ну, пока на сегодняшний день уже договоренность. Поэтому. Сами смотрите. Как. Если у вас ничего не геет, можете причаститься. Мы за небежность к церкви относимся. Но у нас близкие отношения с патриархами. Мы ваши приняли как акт на экономическом общении, но сохранили свою юрисдикцию. Вот поэтому. Просто вы можете батюшке сказать. Я не знаю, как он отреагирует. Что вы хотели бы причаститься. От митрополита Алтайского. Очень хорошее отношение к нам. Он буквально везде прекратилось злословие, которое было по епархии. Он все погасил. Один человек. Как многое может сделать. Спрашивайте, а у вас нигде. Ни один священник. Он закрыл. Тема закрыта. Мне характеристики. Вы считали, какой он дал в печати-то? Ни канонических, ни догматических нарушений, не выявленные. Вопросов нет. Я сегодня батюшке сказал. Я говорю, мы будем очищать. Наверное, в пятницу вечером будет исповедь. Можете пойти. Завтра утром. Во сколько? Восемь? Девять? Богослужения. Завтра устигновение Ивана Христики. Восемь часов. Восемь часов пойдем на службу. Вы застегнуты. Поясок. У вас нарушений каких нет. У нас больше ничего не требуем. Куревым не балуетесь. Поэтому ничего этого. А другие дни. Вот здесь молодец. Как-то бы подумать. Вот приезжал сегодня Алексей Сиськов. Порыбащить на нашем. Мы карпа тут развели. На горему посидеть. А я с тобой и удочку привез. А? Да удочку с собой взял. В какие случаи. Вообще. Турист настоящий. Значит. Сергея Пупкова нету. Жалко. Он рыбачил. Надо будет порыбачить. Можно. Но сегодня ветер. Видишь. Сегодня плохо. Сергей на престольный праздник приедет. А? Сергей на престольный праздник приедет. О! Суббота осталось. Шесть дней. Ну, шесть дней. У меня никто не едет в город. Мне нужно сейчас попутчика где-то искать. Ребята, разузнавать надо, кто едет. Игорь сказал, что на этой неделе не поедет. Сказала Люба тут, что я когда-то, будто бы, средства, которые за коробу или кто пас, перевел на одного человека. Никто не подтверждает, этого не было. Я проехал на поле к Игорю, уже записали Елену, к Люду поехали. Ну, остальных-то нет уже. Это не было. Это просто не могло быть, потому что, как меня говорят, арестовали за наркотики. Я говорю, не уверен. Я напомню, нас направили в какой-то авиационный завод, там, реконструкция. Ну, один день поработали. Выходим, а до охраны стоит, охрана серьезная такая, авиационный завод. И говорит, ну-ка, в сторону отойдите. На вас показали, что вы на стройке к себе водку заносили. Я говорю, он поклонился. Я говорю, в рот не беру, я верующий. Тебя завтра весь завод смеяться будет. Да вы что, идите, идите, идите. Ему свое место терять защиту нужно. Кому-то поймал, где водка, какая. Если я с пьянством борюсь всю жизнь, а я бы с незнакомыми людьми принес бы водку. Ну, это, в общем, даже говорить не надо. Это взял сейчас себя рукой бы и на луне бы пятна оставил. Это равнозначно. Этого нет, было. Ну, скажут, о чем вы так заботитесь о своем реномене, дескать, вот если так, то вот так. Если я молчу, говорят, молчит, значит, правда. Молчание знак согласия. Да, я знаю, где сказать. Если этого не было, вызовите свидетелей, а нет ли? Ну, нет и ничего. Ничего и нет. Писание не запрещает нам сказать свое оправдание, дабы не повредить делу проповеди. Павел об этом очень заботился. Допустим, я брал, говорит, хитростью. С вас воспользовался или чем этим. Он собирал для иерусалимских бедных. Голод был. Ну, и стали говорить, что денежки там где-то у него. В банке счет открыл у Моргана и Рафеллера. Глупости. Так. Я тогда вас тут не буду тревожить. Что вас поинтересует, вы можете здесь ходить, смотреть, где хотите. В чужую территорию не заходите, никуда. Ну, там видно, что дверки открываются. У нас это как-то не принято. А наша тут все открыто. Вот здесь. Здесь пройти на все стороны. Где пасут, корову будут загонять. И скажут, а мне как-то было бы туда вас поведут. Не сам насторожаться, а когда с нами, ну, тогда и доверие. То есть все благопристойно и чинно должно быть. Вот. Ясно. Ну, когда я улазь оттуда. Или здесь спряталась. А, какая. Я палевая сокращу. Видишь, какая палевая сокраща. Видишь, какая палевая сокраща. Осторожная такая. Это она, матерь, захватила красный маленький. Мать-то рыжая, а отец белый. И вот она их. Видно, что она будет сяд пушистая. Сибирская. Ну. Паля, паля, паля. Паля хорошая моя. Мне год тому назад дали котенку в монастыре. В Свято-Васильевском. Где был батюшка Засима, настоятель. Так вот, это котенок необычный. Серая раскраска. Но он выражается любовь к кусаниям. Вот так вот кусается. Так, немножечко, но кусается. Никита, дай какую-нибудь тряпку, чтобы она могла лазить. Я дальше просил. Найди там какую-то штанину, рубаху. Ну, ну, и все вообще он необычный. Тихо, очень мяукает. И уже год прошел, и она не беременеет. Котов себя не пропускает. У меня такая же кошка. Я не знаю, допускает, не допускает. Но она была с ними, но у нее ничего нет. Любит по винограду лазить на балкон, на второй этаж. Прям по виноградной лазе. Ну, она не гладкая, виноградная лаза-то. Ну, а что это? Майдем, это на стирку надо дать его. А, на стирку. Ну, вот дайте мне, пускай лазить. Так, у нас время что? Шесть часов почти. Я сейчас уйду. Мне надо подготовить все к отправке. Вам что-то вещи распаковывать надо? Все я уже распаковал. Все уже как положено, сделано. Остается мне теперь приступить к какому-то полезному труду. Ну, а лужин-то у нас тут будет, не будет. Малейка в чай, как бы если. Так может в 7, в пол восьмого. Потому что сегодня из-за службы завтрак сдвинулся. На обед тоже в 4 часа мы тут есть и не захотели. Вот тут у меня, вы видите, голубятник, какая напротив. Что вы видели? По видеороликам я все это видел. Ну, а вот она стоит напротив. Вы все это видели? Ладно. А кто у вас дома остался с сыном? У меня жена осталась. Которая с одной стороны и переживает, что сюда поехал, да? А с другой стороны очень-очень не хотела. Какая-то у него двойственность. Хорошо, что вы одни. Это очень хорошо. Потому что нам это забота лишняя. Если у меня работник, куда попало попасть, может и... Младший сын у меня еще инвалид, первая руку. Поэтому я с собой беру только другие места. Там, где... Ну, на море, например, в горы. А когда вы поняли, что зря, что нам не позвонили с полуды? Дело в том, что я не хотел вас заранее применять. Потому что если я бы сказал, приехал, приеду, а потом... Это надо за мне машину посылать. Потому что с таким рюкзаком, который у меня, только с машиной надо приезжать. Я знаю, у вас сейчас все тут... Это село. Тут надо, чтобы машина работала в поле, по делу. А так вот... Ну так вы даже здесь сказали. Меня на постёкном на разъезде. Тут 4 километра. Мы за вами бы съездили. 4 километра. И вы по утрам уже были здесь. Первый день. Я допускал мысли на Тихоныч, что могу немножко... Хотел сам дойти до вас. Это первое. Хотел сам без всякой помощи... Но вы ошиблись на 100%. Ну, я ошибся. С другой стороны, цель реализовал. Я посмотрел край этот, который есть. Все запасы свои, которые у меня были, тут использовал. Вот. На этих полях, в этих лесах, что я был. И, в конце концов, пришёл сюда, чтобы отсюда никуда не уходить. Кроме как на поезд и домой. А здесь все свои силы посвятить труду и общению с вами. Ну, хорошо. Это напоминает. У нас тут одна знакомая приехала. И отец спас овещика. И, наверное, её принесли. Ну, она взяла нашу тележку. И с тележкой пошла по полю. И то ли не нашла, то ли чего. И на тележку легла. Ну, зато я отдохнула. На тележке. Я с собой брал палатку. Взял палатку. И если бы я сразу сюда приехал, он, Господь, так не управил. То я бы этой палаткой никогда бы не воспользовался. Вам, наверное, воспользоваться надо. Да, вот так пришлось воспользоваться. Ну, мы-то ехали, допустим, на газели. У нас палатка. Я из палатки-то в палатку не залазил. Один раз только где-то нащипали. Мы были в Калининграде. Нас в машину отняли. А я так в машине. Ну, так эта палатка небольшая, но она очень хорошая. Даже две палатки тогда с Третьяковым было, да? Ну, так эта газель, сунули её, везёшь. Она нас везёт. А тут идти самому. И мы всё время звонили. Сергей Буков, мы едем в город Зеленоград. Так, библиотека во сколько? Так, мы такие-то едем к вам, подарок везём к Лиде. Мы приезжаем. А маленькая пазда, у неё закрывается она в пять, а мы приехали там в пол шестого. Она сидит в библиотекарь, она ждёт, уже людей собрала. То есть мы всё время звонили. А вы заранее людей готовили, что они вас ждут? И телефон не знали? Не знали мы, сидит там по интернету, находим город такой-то, библиотека, номер такой-то, там все данные. Ясно. Он сразу созванивается, и мы время, очень часто так было. Едем оттуда, кажется, в город Абакан, Хакасия. Мы то ли там были, то ли не были. Он тогда позвонил, мне говорят, да, были. Были у вас, ваши книги у нас есть. Мы сразу, да вы, и конец, там весь город Минусинский, или какой-то. Телефон это здорово. Я пытался этим телефоном воспользоваться, ну, чтобы определить своё местонахождение, когда был в поле. Интернет был. Но данных никаких интернет мне не выдал. Поэтому я не смог воспользоваться этой услугой. У вас с собой планшет? Ну, типа планшета. Дело в том, что, когда вы сказали, что там находитесь, в Кулуне, я вас сбросил, вам адреса и маршрутку. Маршрутка у меня есть с собой. Ну, так ещё раз, там 10 адресов, 10 телефонов. Я видел, как проскочил мотоциклист в красной курточке возле полустанка и поехал в сторону переезда. Я подумал, что надо туда и идти. И пошёл в том направлении. А это в другую сторону совершенно? Да. Ну, до конца туния шёл, до переезда. А потом пошёл резко на север. На север. И вышел аж на урывки. Вот так вот. Это каким путём, кругом, на подстёк, где три дня положил, три дня, и это тем боком вы вышли туда. А тут 4 километра всё только. А вы прошли, наверное, не 4 километра за это время. Ну, если бы я с собой палатку не брал бы, тележка не брал бы, мой путь был бы короче. Ну, да. И я потом вспоминаю слова из Корана. Аллах неверных ведёт дальней дорогой, а праведник их прямой. И вот далеко до праведности. Вот дорога, говорит, прямо летает, да, редко дома бывает. Так что, тут другая пословица. Надо точно знать дорогу. Вот мы на улику ездили недели две назад, и всё там, Алтайский край. Ну, тут, может быть, дорога меня не найти. Есть она. Вот у Станок где он подстёплый. Так. Вот у нас железная дорога. Невский, Енки, Паново. Вот подстёплый. Видите, из Потеряевска, Корчино, Потеряевский. Потеряевский-то разъезд был, его нету. Подстёплый. Вот мы его отбили. Ну, вот от Подстёплый с Барнова, с правой отрядом здесь Потеряевка. А дальше вот это ещё вверху. Урывка вверху. Вот, между ним, вот этом месте мы находимся. Вот здесь сидим сейчас. Вот потеряевка туда. А вы пошли вон туда пошли. Да, правее взял и потом вышел на... Сделал... Хорошо, чтобы не увязывали в лагах. У нас тогда матушка пошла, она в лагу я тут застряла и в лагу вывезла. В обутах. Вообще. Ну, я тут научился, как определять дорогу второстепенную от главных, по понятиям алтайским. Главное-то наезженное, где травынка не растёт. А все остальные с травою. Вот. И там, где шёл с травою, я бухал. Это можно было научиться, вот как сейчас сказали, в течение пяти секунд. Ну, он только сказал, и всё. А бывает так, она не главная дорога, но она ведёт на поле. И туда-сюда машину снуют, и там травинки нету, всё выбито. А вы нигде не встретили надпись «Потеряевка»? Только в одном месте, где был переезд, в сторону... Ну так а почему вы сразу не пошли? Там же вы стрелы... А я до того места не дошёл. Когда я прошёл поле, где засеяно овёс и подсолнечник, всё вместе. А это в другую... Да, на этой стороне что? И я потом пошёл на север. Да там же написано в этой... Когда переезд пройдёшь вдоль линии, вплотную... Вы когда считали последний раз маршрутку? А она где у вас маршрутка? В телефоне. Да я же на бумажке сказал не в телефоне. Как только переезд перешли, сразу влево. И дальше... Так я до переезда не доходил. Видите как? Вы нарушили правила, то, что я выслал. Там написано, что идёшь под проводами, поворот, всё показано. Под проводами высоковольтными я проходил. А это вы уже пошли в другую сторону. В направлениях. Если вы отсюда ехали, под них уже проходить не надо было. Да. Это самое высокое в мире напряжение. Миллион двести. Ну, говорят, 750 рабочих у них. Тысяч. А у нас в Потеряке есть мотоциклист, который в красной курточке ездит. В красной. А у нас мотоциклист только один на мотороле. Мотоциклистов вообще нету. Видите, так он во Франции сейчас. А тот проезжал, как раз подъехал в красной курточке паренёк на мотоцикле. Ну, может быть, там, а рядом, недалеко, подстёбное село. Он, может быть, приехал на поле к отцу, комбайны работают. И уехал. Я подумал, может, кого-то встречал. Это утро было. Ну, конечно, это всё удивительно. Вы рекорд поставили. Рекорд. А какой рекорд? Может быть, рекорд глупости. А я хоть что-то тебе скажу. Дурная голова ногам покой не даёт. Ну, ладно, вы приехали. Благословен Господь. Мы о вас молились и думали, и что случилось. Может быть, подставная фигура какая. Такого вообще Игнатова Егоровича и нету. Ну, где же он был и нету. У нас с Канадой начитали. А они, говорят, мы не высчитали день, который в воздухе летели. День не сосчитали. У меня этот загиб один где-то есть должен быть. Так его сгибайте. И как она должна быть? Ну, вот так. При продаже. Вот. Всё. Больше не ломайте. Она сколько стоит? Она стоит 170 рублей. Ещё всегда. Поэтому держи, вот так или? Я её скотчем ещё обмотал скотчем, чтобы она не порталась. А, давай обмотаем. Ну, всё, тогда. Бумажно, наверное. Так. Ко мне вопросы. Давайте, что я вам не нужен, я уйду сейчас. Вопросов нема. Вопросов нема. Ходите, отдыхайте, разговаривайте с ребятами. Меня надо отпустить. Мне надо заниматься, готовить материалу. Отправлять. Ангела-хранителя. Всё. Так, Володенька. На этом конец. Спаси Христос, Богу слава. Аминь. Благодарю Тебя, Господи, что сохранил брата в пути. Благодарю пребывания здесь. Дай ему добрый труд, чтобы мы были в радость Тебе и друг другу. В Тебе слава за всё. Отечественное, Святой Дух. Аминь. Аминь. Богу слава. Слава Христу. Так, я пошёл. Ну, всё. Теперь задержим.